После первого в истории археологического исследования Королевского парка Кингскнот, возле замка Стерлинг археологи из университета Глазго обнаружили круглую деталь, которая появилась раньше видимых земляных валов. Это открытие подтвердило легенды о местонахождении легендарного круглого стола Артура в Стерлинге. В парке шотландская королевская семья участвовала в рыцарских турнирах и соколиной охоте. Сады были перестроены к возвращению Карла I на его шотландскую коронацию, которая состоялась в 1633 году. По приказу королевы Виктории в 1842 году он подвергся обширной реставрации. Парк представляет собой восьмиугольную ступенчатую насыпь высотой до трех метров. С вершины открывается захватывающий вид на королевский замок. Масштаб садов лучше оценить за смотровой площадки в самом замке Стерлинг. Кастл-Хилл, на котором построен замок Стерлинг, был образован около 350 миллионов лет назад. Вполне вероятно, что этот природный объект был заселен в давние времена. Римляне обошли Стерлинг, построив вместо этого форт в Дуне, но скала могла быть занята племенами-маэтами. Позже это место отождествлялось поселением VII и VIII века Иудеу, где король Мерси Пенда осадил короля Берники Осви в 655 году. Область перешла под контроль пиктов после поражения нортумбрийцев в битве при Донной Хане 30 лет спустя. Однако нет никаких археологических свидетельств того, что Кастл-Хилл был заселен до периода позднего Средневековья. Историк XVI века Гектор Боэс утверждает, что римляне под командованием Агриколы укрепили Стерлинг и что Кеннет Мак-Альпин, традиционно первый король Шотландии, осадил замок в Стерлинге во время захвата пикского королевства в IX веке. Другой летописец Уильям Вустер связывал Стерлинг со двором легендарного короля Артура. Традиция предполагает, что святая Моненна основала здесь часовню. Первое упоминание о замке Стерлинг датируется примерно 1110 годом, когда король Александр I посвятил там часовню. Судя по всему, к этому времени он уже был признан королевским центром, поскольку Александр умер здесь в 1124 году. Во время правления его преемника Давида I Стерлинг стал королевским городом, а замок – важным административным центром. Король Вильгельн I сформировал парк в юго-западной стороне замка, но после его захвата англичанами в 1174 году он был вынужден сдать несколько замков, в том числе и Стерлинг, и Эдинбургский замок, по Фалерскому договору. Нет никаких доказательств того, что англичане действительно оккупировали замок, но он был официально возвращен Ричардом I английским в 1189 году. Стерлинг продолжал оставаться излюбленной королевской резиденции. Сам Вильгельм умер там в 1214 году. Александр III заложил выход из нового парка для охоты на оленей в 1260-е годы. Стерлинг оставался центром королевской администрации до смерти Александра III в 1286 году. Его кончина спровоцировала кризис престола наследия, когда Эдуард I английский был приглашен в качестве арбитра между конкурирующими претендентами. Эдуард прибыл на север в 1291 году, потребовав, чтобы Стерлинг вместе с другими королевскими замками был передан под его контроль во время арбитража. Эдуард вынес решение в пользу Джона Балиола, надеясь, что тот станет марионеточным правителем. Но Джон отказался подчиняться требованиям Эдуарда. В 1296 году Эдуард вторгся в Шотландию, положив начало войне за независимость Шотландии, которая продлилась следующие 60 лет. Англичане обнаружили замок Стерлинг заброшенным и пустым и заняли его. Они были вытянестны в следующем году после победы Эндрю Моррея и Уильяма Уоллеса в битве при Стерлинг-Бридж. Многие из гарнизона погибли во время боя, после чего английские командиры Уильям Фитцварин и Мармадюк Твенг отступили в замок, однако шотландцы оставили их сдаться. Следующим летом замок снова перешел из рук в руки. Его покинули шотландцы после победы англичан при Фолкерке. Эдуард укрепил замок, но в 1299 году он был осажден войсками, в том числе Робертом Брюсом. Королю Эдуарду не удалось освободить гарнизон, который был вынужден сдаться. К 1303 году англичане снова взяли верх, и Стерлинг стал последним замком, оставшийся в руках Шотландии. Армия Эдуарда прибыла в апреле 1304 года, как с минимум 17 осадными машинами. При первых королях Стюартах, Роберте II и Роберте III были построены самые ранее сохранившиеся части замка. Роберт Стюарт, граф Мейнетт, реген Шотландии, как брат Роберта III, провел работы над северными и южными воротами. Нынешние северные ворота построены на фундаменте 1380-х годов, самой ранее сохранившейся каменной кладки замка. В 1424 году замок Стерлинг был частью брака, переданного жене Якова I Джоанн Баффорд, что положило начало традиции, которую продолжили более поздние монархи. После убийства Джеймса I в 1437 году здесь укрылась Жанна со своим сыном, молодым Джеймсом II. Он организовал турнир в Стерлинге во вторник на Масленице 1449 года, который включал в себя бой между двумя командами по три человека во главе с бургундским рыцарем Жаком Доленоном и Джеймсом Дугласом, братом графа Дугласа. Победителями стали бургундские рыцари. Здесь родился Джеймс III, а позже занимался строительством садов и королевской часовни. Почти все нынешние здания в замке были построены между 1490-ми и 1600-ми годами, когда Стерлинг превратился в главный королевский центр королями Стюартов – Яковом IV, V и VI. Архитектура этих новых зданий представляет собой смесь английского, французского и немецкого влияния, отражающие международные амбиции династии Стюартов. Стерлинг превратился в главный королевский центр королевский центр.